Восходящий треугольник В момент времени образуются две вершины, которые находятся на одном уровне, и две впадины, которые образуют такие восходящие впадины. Вот если соединить их вот так вот линией по вершинам и впадинам, то видно, что мы получаем восходящий треугольник. В большинстве случаев после образования этой фигуры рынок продолжает идти дальше. Причем, что очень важно для трейдеров, по этой фигуре можно определить так называемую цель, то есть расстояние, до которого дойдет рынок после пробития этой фигуры. Определяется он как высота основания этого треугольника, отложенная вверх от точки пробития. То есть вот от этой точки вверх мы можем сказать, что рынок пройдет примерно вот такое расстояние, которое равно основанию треугольника. Классической фигурой разворота является фигура, которая называется Head and Shoulders, или голова и плечи. На восходящем рынке она будет выглядеть так. Вот если рынок двигается вверх, то в какой-то момент образуется несколько вершин, которые в совокупности вот так вот очень похожи на головы и плечи человека. Вот эта вот вершина так и называется голова фигура. Левая вершина – это левое плечо, правая вершина – правое плечо. А по основанию головы, по впадинному основанию головы проходит линия, которую называют линией шеи. Для определения этой фигуры она имеет ключевую роль. Дело в том, что при пробитии этой линии в обратном направлении мы можем сказать, что, скорее всего, в ближайшее время рынок пойдет в обратном направлении. И, как и в случае с треугольником, можно указать или определить примерную цель, до которой рынок, скорее всего, дойдет. Он определяется как расстояние, которое равно высоте головы, отложенной от линии шеи. Вот это расстояние мы откладываем как раз от точки пробития, в данном случае, вниз. Это и будет цель, до которой рынок, скорее всего, дойдет. Таким образом, графический анализ позволяет находить наиболее удачные моменты для совершения сделок и прогнозировать возможную величину движения рынка.